В начале октября отмечается один из первых праздников осени – День Учителя. Как признаются сами педагоги, каждый учебный год для них сложнее предыдущего. Ученики, особенно старших классов, считают себя ровнее учителю. Начитавшись умных статей в интернете, все чаще заявляют о своих правах. Ирина Славинская, молодой учитель одной из районных школ, уже столкнулась с подобным. У нас сейчас дети пользуются гаджетами, и на уроках, как бы не исключение, они сидят в этих социальных сетях, было такое, что ребенок отвлекся в интернете, была у нас новая тема. Я подошла к нему, попросила, отдай мне телефон сейчас, но вот это время, пока у нас идет урок, урок закончится, телефон я тебе верну. На что он мне отвечает, это моя собственность, вы не имеете права, ее мне купили родители, и я вам его не отдам. Сегодня уже не редкость увидеть в интернете ролики, где школьники в открытую издевают над своими педагогами. В нашем регионе эта проблема стоит не так остро, но имеет место быть. Учителя сетуют на то, что дети перестали их уважать. Раньше педагог был авторитетом для своего ученика, а сегодня, видимо, время уже не то. Сейчас ученик может вполне позволить себе поспорить с учителем и сказать, что я вот прав, и доказать свою точку зрения, чего раньше не наблюдалось. Сейчас, конечно, тяжелее с детьми. Этим летом вопрос о незащищенности учителей поднимался на федеральном уровне. В Крыму на Международном молодежном форуме Таврида прошла встреча министра образования Дмитрия Ливанова с участниками форума. Одним из свидетелей разговора стал и Иван Петров, представитель Общероссийского народного фронта от Забайкальского края. К сожалению, министр никак не ответил на него. Между учителем и учеником нет никаких законодательных либо нормативных документов, которые бы их отношения урегулировали. То есть ученик приходит в школу, чтобы получить услугу по образованию, а учитель предоставляет эту услугу. В данном случае они становятся равноправными участниками этого процесса. Но поскольку молодые люди не совсем еще созревшие со знанием, они не понимают, что учитель все-таки должен быть авторитетом. Поэтому хамское отношение к учителям присутствует, к сожалению, сейчас в наших школах. Единственное, что сейчас в планах Минобразования, это сделать профессию учителя более защищенной социально. Например, дать педагогам определенные льготы. А вопрос о правах и безопасности учителя пока остается открытым. Анастасия Удовиченко, Максим Лобачев, Анна Кулигина, ЗАП-ТВ.